Итак, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители Бакушки, мы продолжаем с вами играть в такую увлекательную игрушечку, как Факторио. И в данный момент я сажусь на наш поезд, который занимается доставкой камня на нашу базу. И сейчас мы с вами успешно доезжаем на новое место, где получается у нас реализована новая добыча этого камня. На этом новом месте вы можете наблюдать две как минимум станции. Одна отвечающая за разгрузку медной руды, а вторая отвечающая за разгрузку самого камня. Медь у нас добывается вот на этом нашем источнике. Ну и чтобы недалеко отходить от темы, как я говорил, вот эта вот медь, которая здесь добывается, успешно у нас на станции разгрузки загружается. Ничего такого сверхъестественного, просто два слоя манипулятора, которые занимаются разгрузкой самой руды. Руда проходит у нас через вот это вот наше место добычи меди, которое, к сожалению, скоро иссякнет. И идет у нас небольшой такой цех по переплавке этой самой меди, который я здесь соорудил, и он у нас успешно здесь работает. В принципе, я думаю, что такого количества мне хватит печек. Если печек мне хватать не будет, то у меня тут еще куча мест, где я мог бы этих печек разместить. Но я думаю, что вот этого у меня количества за глаза их хватит. Также, что касается вот этого нашего места по производству самого камня. Здесь, получается, один только цех с печами у нас стоит, и вот это вот, получается, весь пережаренный камень идет у нас на производство стен. А весь камень, который не участвует здесь, вместе с обычным необработанным камнем, идет на производство фиолетовых микросхем. Я здесь за кадром немножечко поработал и примерно хотя бы разметил, как оно у нас будет происходить. Ну и помимо его разметки, я уже начал его производство. По-хорошему нам на фиолетовые колбочки нужны несколько вещей. И вот, в принципе, вот этот вот ряд у нас чисто забит теми вещами, которые нужны на фиолетовые колбочки. Здесь у нас крафтится 4 бичи, а здесь у нас крафтится 4 модуля улучшений. В модуле улучшений крафтятся все первого уровня очень просто, просто нужны красная и зеленая микросхема. В принципе, этого здесь количества хватает, которое у нас здесь имеется и здесь производится, так что у нас все замечательно. Но не замечательно то, что у меня на производстве микросхем очень быстро почему-то кончились пластик, и сейчас надо будет пойти с ним разбираться. Для начала я сейчас расскажу немножечко поподробнее о нашей вот этой вот схеме. Здесь у нас выводится получается нашей линии конвейеров железо и производится вот такие железные прутики. И вместе со сталью у нас поступают в конвейеры, которые занимаются производством рельсов. И все вот эти вот колбочки, которые здесь производятся у нас идут наверх. И вот так мы с вами поднимаемся на вот эту станцию загрузки. И получается вот эта вот наша станция переименовалась только синий на синюю и фиолетовую. Сейчас мы с вами дождемся поезда, который сейчас в данный момент загружается на станции красных схем. И получается он должен сюда сейчас приехать Да, замечательно, он едет Потом он также подождет 10 секунд примерно И отправится вот на эту станцию Здесь я немножечко также на нашем поезде похимичил И создал определенного вида пресеты Я имею ввиду то, что разграничил наш поезд по 4 вида каждых колбочек Кроме черных, потому что их нужно меньшее количество, чем остальные Чтобы, допустим, зарезервировать вот этот вот вид под желтые колбочки Нужно нажать среднюю кнопку мыши и выбрать здесь вот, допустим, желтый колбочек Здесь теперь у нас создано специальное место, в котором могут храниться только желтые колбочки И получается мы сейчас прибыли на предпоследнюю нашу станцию Которая отвечает за загрузку желтых колбочек Я также их увеличил количество Надо бы и еще увеличивать количество Примерно до 8 штук каждого автомата И мы приходим на нашу станцию разгрузки всех колбочек Она не особо менялась со временем Просто поменяла свое расположение с течением времени А по характеру она ничем сильно не отличается Здесь стоит фильтрующий манипулятор И поезд просто пульсирует Забирает все микросхемы излишние со нашей станции И доставлять их сюда Ну и помимо, кстати, всего вышесказанного Еще глобальной перестройке подверглась моя станция по переработке нефти Это связано с тем, что банально не хватало ресурсов нам И я решил просто все переделать И сейчас нефть выглядит примерно вот так У нас здесь в ряд, получается, стоят нефтеперерабатывающие заводы Которые перерабатывают все три ресурса Получается дизель, попутный газ и мазут Дизель у нас успешно через помпу поступает в наше хранилище И которые поступают в химические заводы И которые уже, получается, перерабатывают весь дизель в газ По большей части изменения коснулись вот этой вот нашей стороны То есть у нас весь мазут, который перерабатывает наши химические заводы Поступает в трубу, которая идет на наш резервуар Здесь стоит обычный сравнивающий комбинатор Вот этот резервуар у него идет на вход А выход идет на помпу И когда в этом резервуаре находится больше, чем 20 тысяч мазута У нас включается насос И излишки мазута мы перерабатываем в химические заводы Соответственно, это сделано таким образом Чтобы вот этого нашей смазочной жидкости хватало И в приоритете получалась у нас она Если же ее у нас не хватает Соответственно, вот эта вот часть не работает И, соответственно, остальные все тоже стоят И получается, благодаря этому равные примерно пропорции И я этому, несомненно, рад Также у нас примерно такая же логика стоит На вот этих наших 4 дизельных, получается, резервуара И такой же тут стоит сравнивающий комбинатор И такой же тут стоит помпа И логика примерно не такая же И такое же количество примерно дизеля Который сюда поступает И уже вот этот вот дизель закачивает в наши химические заводы И уже вот эти химические заводы Делает попутный газ, который нам так необходим В больших количествах В том числе и для пластика Который сейчас у нас производится Увеличил я количество нефтеперерабатывающих заводов Только потому, что мне стало не хватать банально пластика А именно не хватать стало попутного газа почему-то Я тут увеличил в принципе цеха по производству пластика Но его все равно не хватает Также я немножечко тут пошаманил И мне открылась вот такая вот силовая броня второго уровня Благодаря этому я смог ее скрафтить Если вот тыкнуть на нее, кстати, правую кнопку мыши Мы откроем вот такое вот окошечко Которое мы можем заполнять различными инструментами и ресурсиками И вот так вот у меня примерно сейчас на данный момент выглядит компоновка Два экзискелета, которые увеличивают мою скорость передвижения на 60% Прототивный термоядерный реактор, который производит электроэнергию для снабжения всего и вся Здесь по одной штучке щит, дронстанция и лазерная турель Небольшая подзарядка из солнечных панелей и парочка аккумуляторов И эта вся компоновка позволяет мне буквально очень эффективно манипулировать с собой в этом чудесном мире Ну и так как у меня открыта дронстанция, мне открыты стали строительные дроны Это позволило мне очень быстро строить те же самые печки И не создавая буквально никаких проблем для меня и для всего Ну и так как у меня дроны сейчас в принципе открыты Я думаю даже успешно с вами начинать производство в автоматическом режиме самих дронов и дронстанций Сами дронстанции я думаю начинать строить вот здесь вот у нас Где фабрика всего Для них нужны какие-то очень простые ресурсы Самое сложное для них улучшенные микросхемы Улучшенные микросхемы я думаю даже мы сможем сюда дронами таскать Так что это проблем не составит Просто нужно собрать остальные ресурсы Мы ставим получается на вход у нас синий сундучок И на выход мы ставим получается с вами красненький сундучок Я замечательно за кадром это все у нас накрафтил Так что с этим проблем никаких не будет Сначала ограничиваем количество выхода на 10 штук То есть здесь может быть в одном стаке лишь 10 схем И ставим получается на крафт дронстанции Сейчас у нас пакетный манипулятор успешно все загрузит А сюда мы пока в ручном режиме загрузим пожалуй штучек 200 вот этих вот красных схем И давайте сразу небольшую такую схему сделаем То что сюда будут доставляться на 200 схем нашими дронами Тут очень плотная компоновка Поэтому дронстанции получилось разместить только вот в таком режиме Впоследствии они разрастутся у нас по всей базе И будет у нас все замечательно Пока это выглядит именно вот так С электричеством я вижу приседания Но блин Надо бы начинать уже в принципе что-то делать Ну ладно чуть попозже А сейчас что мы с вами наблюдаем Две области Красную и зеленую В красной области получается Если я все правильно помню Дроны могут доставлять ресурсы на самому персонажу А зеленая область это не область В которой дроны могут у нас замечательным образом строить Поэтому мне нужно покрыть красной областью большую часть моей базы По максимуму И постепенным образом я так же построил здесь еще парочку таких вот желтых сундуков И уже кучу ненужного хлама я успел сюда складировать Желтые сундуки у нас отвечающие за то Чтобы дроны могли хранить здесь ресурсы Которые либо мне не нужны Которые вот здесь вот я выкидываю Либо еще какие-нибудь ресурсы Которые должны будут у них в головах использоваться Как временное хранилище Так и теперь получается я хочу производить Строительных и транспортных дронов Предлагаю сделать здесь небольшое такое ответвление Где мы сможем этим заниматься с вами Для них и для них нужны банальные вещи Какие-то это электросхемы всего лишь Получается и каркаса дрона Каркаса дрона у нас производится вот здесь Это и потребляется вот здесь Поэтому вот этот вот цех внизу Мне кажется идеально для этого подходит Для этого нужно разметить немножечко пространство Пространство мы с вами разметили Все получается я сюда подвел наши все виды микросхем И наши вот эти вот дрон станции И банально нужно построить здесь всего лишь манипуляторы Я думаю то что тут в принципе одного сборочного автомата За глаза нам хватит Но на всякий случай я поставил их тут две штучки На каждого типа дронов Разметил так что сюда будут поступать на все наши ресурсы И все это мы экспортируем замечательным образом В нашем сундуке Мы с вами получается ставим то что здесь крафтят у нас Строительные дроны А здесь крафтят транспортные дроны Крафт замечательным образом у нас пошел И они сразу начали у нас складироваться Транспортных дронов мы ограничим примерно до двух стаков А строительных до одного стаков И давайте сейчас получается мы тянуть Будем с вами сеть этих станций Аж прям отсюда Ну далековато придется конечно Но куда деваться Тянуть их нужно таким вот образом Чтобы они друг друга касались вот этими вот желтыми линиями Если их будет больше чем нужно То ничего страшного конечно не произойдет Но все таки хотелось бы чтобы это все было более менее красиво И получается мы с вами сейчас ставим успешным образом последнюю дрон станцию Получается у нас с вами есть вот такая вот вереница дрон станций Впоследствии вот этой вот зоной нужно будет покрыть Если не всю то большую часть моей базы И посмотрите ребят что я здесь обнаружил Два поезда встали друг на встречу другу Не могут разъехаться И это все связано с тем что я забыл Нормально разместить возможно светофоры здесь Надо сейчас быстрее это все исправить Пока у нас производство все здесь успешным образом не встало Да все правильно понимаю Тут стоят с двух сторон же этот светофор Такого быть не должно А должно это быть примерно вот так То что на въезд у нас получается стоит обычный светофор На выезд стоит получается проходной И вот здесь вот такая же ситуация То есть мы этот отправляем домой А этот мы отправляем на добычу камня Ой Ну такое тоже бывает Примерно как то так я и когда то выполнил ачивку нашу Ничего страшного конечно ребят Но бывает и такое И чтобы дроны у нас начали успешно пахать Нужно их запихать в наши дрон станции И это я сделаю банальным образом Я к одной из наших станций просто подключил сундук Начну запрашивать сюда транспортных и строительных дронов Транспортные и строительные дроны у нас берутся вот отсюда И мне вручную сейчас надо будет загрузить сюда дрончиков И все наши дроны уже пошли работать И они сами сейчас будут себя снабжать Снабжать меня и все на свете Вот эта вот орда дронов пошла заниматься тем Что меня снабжать вот этими ресурсами Которые я в персональную логистическую сеть заношу Но пока она у меня сейчас выключена Я думаю то что они будут в приоритете снабжать себя Всем и всем Вот одна из причин почему я люблю дронов Допустим я вот здесь вот целый цех у нас скопировал И мне нужно допустим его вот здесь вот разместить Я беру кнопочку вставить Подогоню сейчас Чтобы это все более-менее аккуратно выглядело И получается здесь я его размещаю И наши дроны все сами начинают строить Какие вы умнички у меня Я не могу просто Ну я поставил тут большее количество паровых двигателей Но этого не хватает все равно И этого все равно количество мало Вообще большая часть этих двигателей у нас просто банально не работает Потому что не хватает наших насосов А с этим уже на самом деле Увы и ях Я совершенно ничего сделать не могу Могу сделать так чтобы бочка с цистерной гоняла туда-сюда постоянно Но блин Насколько это целесообразно я не знаю Поэтому нужно искать альтернативные источники питания Вот примерно все способы получения электроэнергии Паровые двигатели Ядерный реактор Или солнечные панели Солнечные панели мы с вами договорились То что мы не будем с вами использовать И получается у нас остается только ядерная энергия Чтобы получать ядерную энергию Нам нужно пустить поезд Который будет добывать нам руду И для этого замечательно у нас подойдет Урановая руда Которая здесь у нас есть В принципе я могу пустить поезд здесь Это не составит никаких проблем Для этого нужно начинать прокладывать туда в принципе Железную дорогу Получается мы с вами успешно таким образом Пришли к нашему будущему месту Добычи урановой руды Получается вот здесь у нас будет стоять Наша станция Так ставим здесь помпы Думаю одну штуку помпы не хватит Получается сразу помпа должна у нас выходить В резервуар И таким образом у нас будет получается Вагон-цистерна успешным образом разгружаться И мы будем уже наши добывалки Все которые будут здесь Питать нашей серной кислотой Потому что для добычи урана как ни странно Нужна серная кислота И получается таким вот образом я все подготовил То есть получается это вагон-цистерна будет разгружаться в резервуар Резервуар будет заполнять на все вот эти вот наши Электрические буры И все получается у нас здесь все едино с сетью подключено И готово к эксплуатации Теперь нам нужно понять где мы будем перерабатывать Железную руду Это первый момент А второй момент где мы будем получать на серную кислоту Ну в принципе у нас здесь имеется Производство серной кислоты И можно было бы по хорошему ее отсюда и забирать Я думаю то что поезд можно вывести Вот отсюда наверх У нас одну линию пускаем наверх И по этой самой линии у нас будет сюда поезд приезжать Замечательно Получается мы же сюда железную дорогу нашу пригнали Получается здесь у нас недалеко кстати располагается Это наша серная кислота Мы ее можем сюда вот вывести вниз Проставим пожалуй здесь один резервуар И уже от него будем отталкиваться мы И мне сюда по хорошему нужно пригнать сам поезд Только где он у нас стоит Получается нам поезд примерно нужно как-то вот так вот располагать Получается таким вот образом мы ставим здесь станцию И лишние дороги мы убираем с вами Добавим станцию Загрузка серной кислоты и на нее мы отправим ее У нас должна пойти загрузка Я надеюсь что этой серной кислоты нам будет здесь успешно хватать Для ее производства по факту нам нужна лишь сера и все А сера это попутный нефтяной газ Которого нам должно по идее хватать Вот эта вот серная кислота Поскольку она используется только в наших аккумуляторах Я сомневаюсь что она создает большое количество проблем Поэтому пока ставим как есть Таким образом мы получаем загрузку с вами локомотива Предлагаю сразу с вами сделать такой небольшой ход конем И сразу вот здесь вот пожалуй его этот локомотив и заправлять С помощью дронов это сделать вообще изичным образом То есть мы сдаем здесь два судука запроса В них мы кидаем пожалуй уголь В количестве 200 штук чтобы не было проблем И как только получается в логистическую сеть нам попадет уголь Мы сможем его сюда у нас складировать Замечательно Так добавляем сюда условия ожидания Получается количество жидкости 20 тысяч серной кислоты получается мы сюда загружаем И теперь мы идем на добычу уран руда И мы добавляем сюда количество предметов Получается груз это урановая руда И ее должно быть больше чем 1 тысяча Я поставил это условие от балды Я потому что не уверен какое количество урановой руды у нас получится добыть Но используя все наше вот это вот хранилище В этот резервуар мы уже успешно выгрузили всю серную кислоту Замечательно И теперь мы с помощью этой 20 тысяч серной кислоты должны посмотреть сколько успеется добыть у нас урановые руды Пока получается я вот этот вот наш поезд оставляю И мы должны с вами определиться с местом где у нас будет происходить обработка урана Надо посмотреть вообще что нужно для нее Насколько я помню это делается у нас в центрифуге Переработать уран Для этого требуется лишь урановая руда Супер мы просто можем перерабатывать в уран-235 и уран-238 Потом мы можем его обогащать Это исследование у нас еще не изучено Но давайте его изучать У нас есть вот здесь вот большой такой квадратик Который мы можем задействовать все наши непосредства Наш поезд примерно вот так вот будет уходить и входить здесь Поэтому я думаю то что все нормально получится Я смотрю на наш поезд он уже двухсторонний И получается он на нашей станции Разные могут приезжать в разном виде Надо сейчас по идее либо один локомотив убрать из этого поезда Либо еще что-либо Мне много чего пришлось изменить Из-за того что я решил переделать локомотив Чтобы он у нас был односторонним Получается у нас вот такая вот логика То есть загружает северную кислоту в количестве 1 тысячи Потом он загружает уран в 1 тысячи Потому что идет один к одному На разгрузке он все это разгружает Я надеюсь что все я правильно прописал У него получается здесь даже больше чем тысяча На наш поезд пока что суем дерево Потому что больше нечего особо Получается мы его сейчас спускаем на нашу на разгрузку Все мы сюда приехали Нужно его каким-то образом разгружать Разгружать мы естественно для начала в ящики А уже только потом из ящиков Это все забирается манипуляторами Получается когда у нас поезд нигде не задействован Он будет у нас тусить вот на этой станции Останется мне наверное здесь разместить только лишь светофора У нас заезд получается только с одной стороны И получается у нас вот это как временная буферная зона Все получается у нас поезд поехал Используя наши светофоры И мы получили вот здесь у нас Недреко кстати от базы Урановую руду И получается нам остается скрафтить пару-тройку центрифуг. Для этого потребуется гигантское количество железа. Получается я тут три центрифуги поставил с малым питанием. Ну блин, что я сделаю, у меня просто не хватает его. Мы забираем отсюда получается уран 235 и уран 238. И получается мы делаем это с помощью фильтрующих наших манипуляторов. И помещаем сразу в сундуки пассивного снабжения. И делаем это пока нам не надоест. И здесь мы также сделаем какой-нибудь небольшой цех для переработки всего и вся урана. И постоянная добыча получается у нас будет идти топливных стержней. И возможно мы просто сделаем вот здесь вот еще одну такую линию станцию. Здесь делаем небольшое такое сообщение между ними. И уже сюда будет подаваться наша сеть топливные стержни. Ну а пока на таком прекрасном моменте я буду постепенно заканчиваясь. У меня за кадром простоит гигантский пласт работы. Как минимум по производству вот этого вот ураниума. Мне наверное придется вот этот вот весь пласт переносить вот отсюда. Скажем вот сюда и то не факт. В общем планов и идеи у меня куча. Как минимум мы уже с вами начали добывать уран. Ну а это уже начальный и гигантский шаг в освоении ядерной энергии. У микрофона был как всегда ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся.